так попробуем дождаться кризиса что-то 36 лет уже вроде как должен кризис наступить но он не наступает так насчет станций я хотел пройтись по станциям так флот и корабли верфи политика сооружения а мне станции как посмотреть а вот базы короче базы это без станций давай базы сначала посмотрим это что-то не наше орбитальное кольцо шестая стража самоделкин не знаю особо что прям выбирать не охота что-то сидеть пускай честь у них прокачивается также большой минус у нас по были на кто много он уже энергии мало так давай посмотрим значит улучшение нажмем селив это что-то знакомое тут я застроил все ну платформами застроить пускай будет так это у нас где тут у нас сфера дайсона так тут все застроено усилитель какой-то бункеры пушка ионная но поставить еще так нормально минера эти сплавы послевать так это где у нас пасть дьявола тут у нас разуплотнитель улучшаем до цитадели так гидропонный отсек чё это бункеры станция чё изучение черной дыры поставить чё это бункеры и чё это бункеры и 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 так теперь вот эти чем застроить комплекс обнаружения короче всего по чуть-чуть вот так гарный потом чем узел на данном не надо и два бастиона может так здесь гидропонные бункеры связь с целью и оборонная сеть по обороне три пушки три платформы так дальше чего у нас идет так связь суперкомпьютер и и и и и и и и так им тоже мир кольцо тут у нас а улучшаем еще о незваные гости вот и кризис незваные гости крупная прореха в ткани пространства возникла звездной системе эцерон мы точно не знаем что вызвало этот феномен однако она действует как односторонний портал из другого измерения оттуда вылетают флотилии странных кораблей они атакуют все что встречается им на пути кажется мы на пороге массированного вторжения мы перехватили мощный сигнал который один из вновь прибывших кораблей направил куда-то по другую сторону портала это похоже на призыв к охоте интересный объект межпространственный портал межпространственные якоря и цепочка событий незваные гости достигли охотничьих угодий дичь в изобилии наконец пир ждет нас кто они такие так верфь пушечная торпедный ангарный два бастиона так и по этим ладно это потом это у нас что цитадель барону потом так тут я чувствую так и еще какие-то мелкие станции есть пока улучшать их так теперь по верфям пройдемся но это наша основная тут все нормально почти пушка ионная одна только вторую поставим платформ так тут по обороне посмотрим пушку платформы так две пушки мы мы Субтитры создавал DimaTorzok 4 пушки Надеюсь, хватит на все это сплавов Тут вообще нет ничего Что у нас тут? Рой Дайсона Застроить платформу потом Так, мегаверфь Тут все нормально Пушек надо настроить Так, правитель Терраформирование Внимание Новый мир Внимание Будем исследования улучшать Так, теперь поехали по Наш основной флот И где у нас гости появились Ага, вот они Эцерон Всем надо туда Сразу, я считаю, двигаться Вот они появились Они куда-то полетят Сто тысяч мощей не так много Это что, станция? Так, и нам нужны Антигости флот Так, звезда смерти Планет у них, по-моему, нет У них якоря Зезда смерти пусть тут сидит Основной флот Пускай летит Пускай летит сюда Так, второе у нас что Зезда смерти Третий Антигости Антигости сюда Так Антирой Ну, антирой Не знаю Столичную систему И пятый Что у нас? Дракончик Дракончик Пускай сюда летит Так, и надо еще флот строить Так, антигости Скопировать шаблон Шестьдесят тысяч И поехали строить Скорость на обычную поставим Так, окончательное пробуждение Это что такое? Так, сохранить Не знаю, что это Окончательное пробуждение Ученики Покров предупредил нас Приближается великий кризис И галактика стоит на пороге краха Предсказания показывают Что мы Ничто в сравнении С надвигающейся угрозой Нас ждет Не гибель А последнее наставление После каждого Сна Следует пробуждение Нам пора покинуть Пределы этого мира Пути покрома темны И извилисты Но мы достигнем Нового плана бытия Нового мира Которому принесем Своё учение Мы вверяем вам Судьбу этой галактики Наши прошлые уроки Укажут вам Путь в час нужды Как вы можете Бросить нас Принять урок Да примет вас Покров Прощайте Ё-моё Там флоты появляются Сто тысяч Пятьдесят тысяч Ещё флоты Надо быстрее туда лететь Стирание разума Ой Ладно Пускай там стирается Хоть что Нам главное Чтоб флоты летели сюда Это нас не интересует Они уже куда-то полетели Так давай специалист Художественная композиция Выставочные станции завершены Размером Каждая из них Превышает многие Космические базы И они могут принимать Миллионы посетителей в день Теперь когда Они наконец готовы К открытию Здесь будут Демонстрироваться Произведения искусства Такой расы как Реп И со всей галактики Ко всеобщему восхищению Первая флотилия Транспортных судов С посетителями На борту уже приближается Так ассамблея Мегакомпозиция Ух ты Артефактов 2000 улучшаем Так может быть Какую-то рядом базу Начать строить А не смотри Туда и туда летят А что у нас тут Ближайшая Мир вот этот Ближайший у нас Тут строятся пушки Четыре верфи есть Через Есть Стоять Остается Доsole Остается Осталось чонки гости давай посмотрим как они будут биться пока хлопают их быстро так ученые быстренько и незатейливо исследовать объект так забрали дальше сюда вот и и и и и и Неплохо их хлопают. Улетели. Так, давай-ка исследуй. Так, межпространственный портал в звездной системе Церон уничтожен. Это означает, что проклятые захватчики больше не смогут получить подкрепление со своей стороны. Разрушение этого портала означает скорый и неизбежный конец вторжения. Галактика охвачена воодушевлением. Реп заслуживает всеобщее восхищение, так как именно их корабли нанесли решающий удар по порталу. Героические экипажи этих кораблей станут примером для будущих поколений. Галактика отныне стала более безопасной. Вторжение провалилось. Последние остатки захватчиков из другого измерения были уничтожены. Будем надеяться, что галактика навсегда освободилась от этой угрозы. Разумные расы повсюду приветствуют новость об этой великой победе. Наконец-то, зная точно, что им больше не грозит стать пищей для этих странных энергетических существ. Возможно, это начало новой эры дружбы и сотрудничества в галактике. 372 тысячи единства. Так, насчет исследования. Теперь наш строитель. Все застроить обратно. Колдун. Так и хочется сказать. Колдун. Как в матерке. Как в ведьмаке. Колдун ебучий. Так, после того, как бурлящая энергия. Оставшаяся после уничтожения последнего межпространственного портала рассеялась. Наши войска обнаружили ослабевшее экстрамерное существо, дрейфовавшее поблизости. Оно было взято в плен и допрошено. Судя по всему, это Колдун. Одно из могучих, даже по их меркам, существ, которые отвечают за сохранение портала между нашей и их реальностями. Если мы сможем изучить или даже использовать его псионическую силу, это позволит нам значительно повысить нашу субсветовую скорость и дальность действия прыжковых двигателей. Это что, реликвия? Укрытие. Реликвия. Прикол. Колдун из другого измерения. Вот это да. Непрошенный ритуал. Ну, дальность действия. Наверное, это надо брать, вот когда кризис будет, параллельное владение и втыкать. Потому что дальность действия, перезарядка двигателя, точность катапульты, скорость, дальность орудия, вот это вот здравая тема. Волчок что дает? Темп исследования, энергокредиты, плод еще можно вызывать. Можно много чего еще делать. Так, ну интересно, что там у нас найдется. Управляет антигостями, флотом. Скорострельность, урон. Дальность вступления. Давай какую-нибудь дальность вступления. Просто так, тыкнем. Самой важной особенностью начального этапа создания межзвездной ассамблеи является локус. Это сложная голографическая проекция черной дыры, предназначенная для того, чтобы показать гравитационную пропасть, скрытую в галактическом ядре, ось, на которой вращается галактика. После завершения строительства это место также станет своего рода осью, на которой будет вращаться тихая дипломатия и мягкая сила, часто определяющая судьбу галактики. Посмотрим, чего там. Что там? Что-то неинтересного, ничего не дают. Так, где ты говоришь? Ассамблея локус улучшаем. Опа, псионический разлом. А где? Наше недавнее путешествие через тоннель покрова привело к появлению большого разлома в пространстве времени. В систему хлындули потоки псионической энергии, и она начала принимать форму. Данные сенсоров недостоверны и полны ошибок, но похоже, что в результате возникло некое порождение покрова, большое и однозначно агрессивное. Да пощадят нас небеса. Защитят. Где? О! Аватар покрова. Этот переместится, этот приказы. Посмотрим, будет его станция долбить. А что, его убили уже, что ли? Нифига. Его уничтожили уже. Тоннель покрова. Все ясно. Так, что у нас он хочет? Влияние. Так, дракончик. Осколыши. Ничего, короче, не дает. Никакого нового офигенного оружия. Что у нас тут флот воды делает? Так, ну что, ускоряем снова до кризиса. Замечены пираты. Так, где это? О, тысяча всего. Так, это у нас кто? Управляет колония 3. И что у нас там? Счастье. Давай, вот этот покровитель элит. Заступники опять что-то моросят. Покров появился. Так, сохраним. Скорострельность, мораль, единство. Давай, единство. О, единство уже месячное. Отлично. Ну, потом автоматическое строительство его пошлеп. Рост торговли. Там на какой-то планете то ли колония 2, то ли колония 3. Портал в параллельное измерение. Там торговля постоянно. То спад, то рост. Все, товарищи этих, значит, угомонили. Сейчас станции его отправим строить. Так, вода что-то построила. Так, сейчас улучшится. Локус этот непонятный. Так, что они там хотят? Герой. Десять вместимости флотилии. Хранитель-Император. Не, ну это за. Это надо. Межзвездное ассамблее. Консульское кольцо. Завершен второй этап создания Межзвездной ассамблеи. А именно Консульского кольца. В этом внутреннем круге будет обитать большая часть нашего дипломатического персонала. Улучшаем. Тут художественная мегакомпозиция. Интересно, сколько единства? По идее, было 300 изначально. 10% божественный суверенитет. Фанат Спиритуализм 20. Всепланетная унификация 5. Административное производство 80. Развивающееся общество программа 40. Дар Покрова 30. От сооружений 5. От реликвий 10. Единство взглядов 10. Министр возвышения 20. Так, это кто? Управляет Туммо. Ну, пускай. Чуть-будь. Пускай любитель приключений так и будет. Так, что тут? Верфь. Гидропонные бункеры. Связь с целью. Коми-обороны налепим. Так, это кто? Секции Б управляет. Значит, для планеты аналитик. Художественная мегакомпозиция совершенства. Бесценные артефакты наполняют выставочные станции, перенося прошлое в настоящее, чтобы служить вдохновением для будущего. Это славный день. Чё, завершил, да? Отлично. Так, теперь что-то ещё можно строить. Этот товарищ у нас тут занят. Тут у него есть что построить. Вот тут вот и есть, вон. Божественный правповедник, археолог наш. Ценитель древностей. Так, содержание лидера. Ну и пускай будет ценитель. Межзвёздное ассамблея модулей форума. Внешнее кольцо межзвёздной ассамблеи заполнено обширными ультрасовременными конференц-залами, оборудованными фильтрами конфиденциальности, проницаемыми только для наблюдения представителями расы ребята, конечно. Станция быстро становится фактическим галактическим центром для дистанционных переговоров. Это кто? Секция А управляет. Давай, киньте. Хотя почему сплавы? Давай, единство. Какие-то родоначальники. Не помню, кто это. Так, что-нибудь выбрать. Опа. А, опять заступники воюют. Так, давай, счастье пускай изучают. Ой. Так, винде. Что ему неудержимость? Давай, какой-нибудь фортификатор пускай учит. Так, опять эти дураки, значит, воюют. Опять посылаем сюда флот. Сколько можно уже воевать, да? Только что кризис отразили, они воюют. Так, что у нас там строительский корабль? Что нет, нет приказов, да? Давай тогда, значит, научный, дозорный. Стратегический есть. Художественная есть. Межзвездная есть. Мегаверфь есть. Катапульт у нас квантовый нет. Ретранслятор есть. Кольцо. Ну, я не строил. Там где-то есть завоеванная дуговая печь. Это что? Так, дуговую я строил как-то. Обитаемые пошли к кольцам. Так, станция. Малая, крупная. И центральный комплекс поселения. Не знаю, надо, не надо. С ячейки сооружений. Что нам тогда надо? Квантовую катапульту только. А где будем делать? Так, а подожди, я что? Что тебе надо? Так. Может, здесь? Нет. А если здесь? Где ее строить-то вообще? Короче, не могу понять. Так, квантовая катапульта. О, на пульсаре. Сразу улучшаем базу. Так, покров. Сохраним сейчас. Посмотрим, что в покрове. Темп исследований возьмем. Во. Так. Экзотические газы. Минералов-то уже не так много. Точнее, не минералов этих. Энергии. Расходы огромные. Мне кажется, Рой Дайсона пора строить. Стражи галактики. Стражи галактики. Стражи галактики. Несмотря на то, что раньше они проявляли мало интереса к событиям в галактике, после получения новостей об этом новом ужасе, полураспадническая раса стала активна как никогда. Сначала, вероятно, для проверки серьезности ситуации. Они отправили несколько разведывательных кораблей. Но затем стали поступать сообщения, что полураспадники мобилизуют на своих границах военные флотилии, подготавливая оборону к приближающейся буре. Теперь полураспадникские миротворцы полностью выходят из самоизоляции и берет на себя ведущую роль по защите всей галактики. Они провозгласили себя лидерами некой Лиги Галактической Обороны и предложили всем низшим расам забыть о своих распрях и присоединиться к ним, чтобы отразить эту угрозу ради всей разумной жизни в галактике. Смогут ли они нас спасти? И закрыть границы, дебилы. Так. Потом Руидас Дайсон буду строить, чтобы энергии побольше вырабатывать, а то уже меньше тысячи выработка. Так, инопланетное мега-сооружение завершено. Но это не наше. Армониканское содружество. Дозорный комплекс. Так, пройдем по нашим. Так, это что? Победа. Мы победили в войне. А кто победил? А, мы туда отправили флот. Так, давай за пределы сюда выйдем. А то опять будут пропадать. Так, что они там хотят? 15% доходов, энергии, пищи. Нет, что-то мне такое не надо. Так, реликвия. Ну, давай пока на это брать. Колония 1. Ну, давай ресурсы. Так, сооружение построили, улучшаем. Цитадель. Пока цитадель улучшается, пройдемся по верфям, короче, пройдемся. Так, тут все нормально. Полностью застроено. О, вот тут нету ничего. Улучшаем. Космическое преобразование. Географическое явление создали какое-то. Так, пока все поулучшаем, если это доступно. Так. Это где? Так, Мегаверфь. Так, компьютер оборонной сети. Так, теперь пройдемся по базам космическим. Так, что, разлом появился, что ли? Так, космические базы. Так, давай покров опять заглянем. Частенько он появляется на большой скорости. Улучшенная маневренность. Тут никакой обороны нет, кстати. Где это вообще? А, здесь. Здесь надо оборону поставить. Значит. Вот так. Ионных пушек. Здесь. Оборонные сети. Так, в разломе потом почитаем. Так, тут у нас мега сооружение. Тут нормально все. А вот тут улучшать надо. Квантовая катапульта одиночной системы. Наша квантовая катапульта частично готова. Точно расставленные торсионные линзы накапливают заряд от звезды и могут спонтанно высвобождать энергию. Отправляя корабли на большие расстояния. Так, давай все поулучшаем пока. Так, это где? Тут у нас что? Квантовая катапульта. Так, гидрофонные бункеры. Связь с целью, оборонам. Так, и вот это. Туговая печь. Это что-то захваченное. Так, управляет реликтовым. Счастье, рост поселений. Давай ресурсы. Так, еще чем-то управляет. Давай энергокредиты. Хотя вряд ли там выработка есть. Так, и разлом. Дрейфующее тело. Вокруг нас только мусор. Время от времени в окружающем пространстве открываются новые разломы. И мусорный водоворот затягивает в себя новые отбросы. Судя по их природе, какая-то космическая цивилизация приспособила это измерение под свалку. С бытовыми предметами здесь соседствуют детали каких-то неизвестных устройств. Как правило, таким находкам грош цена. Однако, вдруг оказалось, что помимо мусора здесь есть что-то еще. Датчики зафиксировали признаки жизни. Внутри скафандра покоится неизвестный организм, не приходя в сознание. Сложно сказать, давно ли он сюда попал. Взять на борт и оказать помощь. Давай на борт возьмем. Так, что там с катапультой у нас? Улучшаем. Кто-то пытается выйти с нами на связь. Вдалеке слышен шум бегущей воды и поразительные птичьи крики, сменяющиеся шелестом крыльев. Взлетают стайки маленьких пернатых. Похоже, сообщение передается откуда-то из дикой природы. Алло. Нет ответа. Алло. 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 Ну и че? Прекратить связь. Так, этот на каникулах. Дрейфующее тело. Не стоило забирать выброшенного на свалку инопланетянина. После восстановления температуры тела и работы внутренних органов, инопланетянин быстро пришел в себя и мгновенно встревожился. Он схватил одного из наших врачей и взял его в заложники, угрожая спрятанным в сапоге оружием. Он пытается общаться с нами на неизвестном языке и постоянно показывает на пульт управления сферой, настойчиво повторяя одну и ту же фразу. Устранить его, постараться договориться. Стараемся договориться, а че? О, газы экзотические пошли в плюс. Наконец-то. Кто-то вновь пытается с нами связаться на фоне. Слышны те же звуки, что и в прошлый раз нам снова никто не отвечает. Так, отследить источник передачи. Сразу смотрим журнал. Так, исследуем. Замечены пираты. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, смотрим, че там. Деэскалация. Давая понять, что мы не враждебны, наш экипаж сложил оружие. Инопланетянин отпустил заложника и тоже отбросил свое оружие в сторону. Похоже, он крайне взволнован, что вполне понятно в текущих обстоятельствах. Немного успокоившись, он начал отвечать на попытки установить общение. Наша команда приступила к налаживанию продуктивного диалога. Успехи пока что скромные, однако нам удалось перевести документы гостя. Оказалось, что ему не меньше нескольких сотен лет. Отлично. Источник передач. Мы определили, откуда исходили загадочные звонки. Выявив несколько точек происхождения сигнала, мы установили, что его издавал движущийся объект. Скорее всего, с нами пытался связаться своего рода корабль-заповедник. О, я знаю, кто это. Это, насколько я помню, Азарин. Видел про него в этих... Как они называются? Во всяких гайдах там. В общем, это такой лидер, ученый, который плантоид. Он выглядит как цветок такой. У него будет особенность уникальная. Он сможет три безжизненных планеты или бесплодные миры какие-то превратить в... Ну, терраформировать. Но если он три терраформирует, он умирает. Вот. Ну, не знаю, насколько крутые у него там перки, черты будут. Смысл его сейчас оставлять. Или... Не знаю, посмотрим. Так, пока что выброс мощности в системе Морейт бушует необычная галактическая буря. Она совершенно не похожа ни на что известная нам прежде. И наши попытки ее сканировать окончились ничем. Что же таится в ее загадочных глубинах? Какой-нибудь Левиафан, может? Мы открываем канал связи. Первое, что мы слышим, это те самые звуки дикой природы. Но в этот раз к ним прибавился еще чей-то голос. Ребятский народ, приветствую вас. Я ждала вашего звонка. Простите, что заставила вас потратить время. Мне было интересно, насколько вы любопытны. Позвольте задать вам один вопрос. Насколько вы цените жизнь? Кто вы? А, значит вы желаете сначала обменяться любезностями? Хорошо, позвольте представиться. По лицу разумного растения расплывается улыбка. Меня зовут Азарин. Но больше я вам ничего не скажу, пока вы не ответите на мой вопрос. Итак, насколько вы цените жизнь? По-разному. Жизнь очень многообразна. Разумно. Мало кто готов стоять в стороне. Если чей-то жизни грозит опасность. Но все-таки помните, что любая жизнь таит в себе огромный потенциал. А теперь я пролью немного света на причину этого звонка. Продолжайте. Я бывший астробиолог с азотеи. А сейчас изучаю астрогенез и ищу вещества, которые подошли бы для создания новой жизни. Астрогенез требует гораздо больше энергии, чем я могу произвести. Азарин делает короткую паузу. Уверяю вас, это занятие очень перспективно, но сначала небольшое испытание. Сейчас я отправлю вам подарок, попробуйте его нейтрализовать. Что такое азотея? Азотея моя бывшая родина, никогда идеальный мир, столица астрофитанского сплетения, государство моего народа и обитель самых разных биологических видов. К сожалению, все они сгинули. Азарин отводит взгляд куда-то в сторону. Когда-то эта прекрасная планета была полна жизни, в нее невозможно было не влюбиться. Пожалуй, мало где было такое же биологическое разнообразие, но все это рассыпалось в прах. Прошу вас, будьте осторожны с моим подарком. Что такое астрогенез? Превосходный вопрос. Астрогенез это усовершенствованная техника терраформирования и очень эффективная. Я засеиваю планету терраформирующим ядром. Азарин указывает на ростки у себя за спиной три штуки. И почти любой мир превращается в идеальный. Затраты энергии просто огромны, зато результат не назвать иначе, как впечатляющим. Удивительно, правда, мой подарок первый шаг к этой цели. Расскажите нам о своем корабле. Ах да, непосвященным он может показаться необычным. Да, вот как он выглядит внутри. Азарин обводит рукой помещение у себя за спиной. Это Виварий корабль-купол совмещенный с полноценной экосистемой. Должна признаться, я им горжусь. Здесь вырос мой подарок вам. До связи. Хранилище где-то Азарин Так, исследуем подарок Азарин Бактерия Азарин Мы продолжаем работать с органическим подарком Азарин. С каждым днем потенциал совершения новых открытий сразу в нескольких научных дисциплинах только растет. Микроорганизм нейтрализован и больше не опасен. Мы упорядочили полученные результаты и готовы вновь связаться с Азарин. Продолжаем открыть канал связи. Азарин приходит в восторг услышав о наших достижениях. Замечательно могу только поприветствовать ваши старания. А теперь Реп я хочу задать еще один вопрос сможете ли вы забрать жизнь чтобы избежать смерти? Забрать жизнь чтобы избежать смерти сможем споря с как и многие другие все же нами движет инстинкт самосохранения осознание этой простой истины когда-нибудь может спасти вам жизнь и не запятнать совесть. Перед тем как задать следующий вопрос я хочу вручить вам еще один подарок. Это рафлезия азотейская цветок растущий на моем корабле. попробуйте сделать так чтобы он расцвел до новых встреч так что они там хотят запрещено объем торговли наемники вместимость платили минус 40 это нам не надо так разлом еще журнал следуем почитаем значит пропавший мусорщик инопланетянина зовут аннер ап ял очередное рутинное дежурство по сбросу мусора в это измерение закончилась для нее трагедией она ненароком оказалась здесь вместе со своей ношей произошло это из-за поломки в межпространственном двигателе корабля устранить которую могла только сама аннер ап ял в процессе ремонта пространственно временной компрессор засосал незадачливого механика благодаря встроенным в скафандр системам жизнеобеспечения аннер апьял провела в анабиозе более двух столетий она сильно скучает по своим родным но при этом осознает что вернуться к ним уже вряд ли получится аннер апьял превосходно управляется с технически сложными летательными аппаратами а потому наверняка без труда пройдет флотский курс боевой подготовки умные пилоты всегда пригодятся ну пускай разлом исследован отлично рафлезия азарин первые попытки спровоцировать у цветка какую-либо реакцию оказались безуспешны лишь после воздействия электрическим током с мощностью выходящей из-за допустимые ограничения бутон расцвел задание азарин выполнено можно вновь с ней связаться от головой азарин жжет крохотный дрон опылитель легким движением руки она отгоняет его прочь и снова здравствуйте рафлезия азотейское любопытное растение не правда ли эволюция порой творит чудеса поразительно что вы подобрали как раз столько энергии чтобы цветок расцвел зацвел она в восторге клопает в ладоши пора задать еще один вопрос готовы ли вы пожертвовать сородичами ради спасения другой жизни и не одной а сразу многих тысяч готовы азарин понимающий кивает да сейчас ответ кажется очевидным но далеко не каждое убеждение проходит проверку практикой нужно позабыть про эмоции и действовать ради общего блага теперь я задам вам последний вопрос предположим вам нужно устранить угрозу будет ли вас терзать сомнения да решительные действия необходимо обдумывать ага значит вы любите поразмыслить к сожалению такая возможность скорее роскошь иногда секунды промедления достаточно чтобы успех обернулся неудачей азарин какое-то время молчит а затем произносит ну что же я узнала все что хотела ваше терпение достойно восхищения какое-то время мне нужно будет подумать над этой беседой до скорой встречи не знаю появится она у нас нет давай счастья пускай изучают второй массив торсионных линз размещен точно напротив первого квантовая катапульта на шаг ближе к завершению дальности точность возросли улучшаем еще так значит астросоздатель азарин легендарный идеал ребятский народ я вновь приветствую вас очень рад вас видеть несмотря на все разногласия надеюсь что со временем вы примете мое учение и овладеете астрогенезом на благо галактики пока вы стремитесь создавать новую жизнь все мои знания а заодно и мой корабль в вашем распоряжении я с радостью присоединюсь к вам если угодно что такое астрогенез так техника терраформировать это я читал уже что такое на спине это уникальная особенность моей расы если в двух словах в юности они растут быстро что не очень приятно замечу их нужно регулярно подрезать чтобы они не начали перевешивать она улыбается но в моем возрасте это уже давно не проблема это не совсем семена но можно их и так назвать я называю их терраформирующими ядрами внутри них таится потенциальный потенциал роста возрождения из жизни а что что это так гудит твой маленький дрон ах это азарин слегка касается маленького летающего объекта это один из дронов опылителей они поддерживают жизнеспособности к системе моего корабля они не совсем не органические они даже способны сами вырабатывать пыльцу азарин указывает на днище дрона они даже могут регулировать перенос пыльцы при помощи статических магнитных свойств своих аккумуляторных терминалов правда мило настройка дополнительных черт темп исследования 3% терраформирующие ядра осталось 3 ростка составитель ксенокаталогов короче нанимаем быстро вбив терминал управления несколько команд азарин корректирует бортовые приборы замечательно я проложу курс к вашей столице скоро буду на месте ах да пока не забыла в экосистеме моего корабля процветает огромное разнообразие эктогормонов чтобы отметить наше сотрудничество я хочу подарить вам феромоны они далеки от идеала но все же благоприятно воздействуют на ваш народ отлично счастье скорость прирост поселения ресурсы рабочие производства исследователи производства коктейль из фермонов на два года отлично так какие-то признаки у нее значит гениальность мы ее на советника посадим наверное да все посмотрим кто у нас там интуиция гениальность берем так давай на разломы так для кораблей землекоп утилизатор так содержание лидера давай возьмем так значит появилась у нас этот лидер так насчет правительства вот этот министр где она а чиновник может занять значит вот этого надо менять где она да Субтитры сделал DimaTorzok Вот так посадим Так, ну что там с катапультой строится Ну и что, по сути, больше нечего строить, да? А как оно упало? Загадочная буря? Не понял, это их буря уничтожила? Древнее государство ориенские заступники приняло смерть от рук своих врагов Не, ну интересно Так, заканчивает обучение Прошла углубленную программу подготовки пилотов и заслужила уважение офицеров Мы уверены, что Аннер Апьял станет превосходным командиром Сейчас она заступила на службу и ждет дальнейших указаний Так, что у нас в флоте? Так, что у нее там есть? Слизень Закалка, здоровье армии Скорострельность На планету Пища 50 лет продолжительность жизни Так, тяжеловес Аннигилятор Допросчик Пускай закалка будет Аннигилятор Что-то пища у нас Так, летучих пылинок пока много Но все равно производить их надо будет Так, титанные Вот армада в принципе Что у нас за армада это? Флот пудни Декаденство кристаллы Это не страшно Так, покров посмотрим Скорострельность Единство Ничего не получили Так Хорошо, что эти ребята пали У нас тут, кстати, корабли Антигости Ну, антигости в принципе могут Сюда лететь Так, 4 еще антирой Так, опять Дракончик Из центра бури до нас донесся сигнал Кто-то пытается выйти с нами на связь Вывести на экран Нифига себе Это, короче, кризис Раньше было 3 кризиса А это 4 Так, незваные у нас были Теперь это 4 И осталось, получается, рой пожирающий И что еще? И контингенции Контингенции это Восстание машин Только посильнее То есть роботы Киберки Искусственный интеллект Там А это, короче, тоже Относится типа к роботам Это какая-то богиня Или что ли Королева какая-то Приближается буря Дети мои Наконец-то я снова с вами Это еще что? Назови себя Ситана Вам так нужно мое имя? Тогда зовите меня Ситаной Мы читали про В каких-то раскопках про это Когда Зарклана эту голову откапывали Что тебе нужно? Мне нужно Мне ничего не нужно Моя цель дарить Я вижу, как вы страдали Без меня Миллионы лет Стражи Миллионы лет Страхи Близоруких Не давали вам того Чего вы достойны Того, чего вы так жаждете Возрадуйтесь Ведь круг страданий Скоро будет разорван Круг страданий Вся разумная жизнь Страдает Даже радости ваши Омрачены болью Ведь вы знаете Что эти радости Не вечны Знания Власть Любовь Я пришла Покончить Со всеми Иллюзиями Сделать Предстоит Еще немало Я прошу Лишь Чтобы вы Не мешали мне В моей работе Не пытайтесь Проникнуть В мои владения У вас Ничего не получится Там бушует Космическая буря И ни одно судно Не сможет ее Преодолеть Ситана вышла С нами на связь Теперь с ней Можно связаться По дипломатическим каналам Создает особый проект Загадочная буря Полураспаднические Миротворцы Они где вообще Находят Миротворцы Эти А вот они А ну это же Спиритуалисты Они войну объявили Пробуждение После стагнации Так Ты говоришь Значит войну Объявляешь А фигня Ну флотов Тут кстати Дофига Так флот Антирой Флот Уни Надо назначить Шестерочку Так что-то В управлении Флотилиями Может что-то Можно поулучшать А это что Кстати А Те гости Еще одно Создавал Шепоты Во время Непогоды Цепочка Событий Дитя Бурь Далеко Впереди Между Слоями Разившейся Бурей Экипаж Судно Реп Хамей Отважный Обнаружил Тот самый Зловещий Корабль Когда он Неспеша Проплывал Мимо Бортовые Приборы Сняли Совершенно Невероятные Показания Исходившие Прямо С ткани Космического Пространства Наконец-то Мы получили Долгожданный Ответ На вопрос Почему Загадочное Судно Не всегда Замечали Датчики Физически Оно Существовало Вне Пределов Континуума Слово Дитя Бурь Вошло И не Вошло В Червоточину Одновременно Скорее Всего В наше Пространство Оно Возвращается Благодаря Гипер Пространственной Природе Космических Бурь Теперь Мы сможем Обнаружить Неуловимый Корабль Когда он Появится Вновь И попробовать Вернуть Его В нашу Вселенную Так 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 Флот Это будет Эти гости 2 Ну Нового Какого-нибудь Наймем Сейчас От этого Ребовского Так Скопировать Шаблон Пускай Еще Строит Флот Так Что у нас Там В журнале Загадочная Буря Давай Следуем Нанитовый Ураган Закончив Изучать Эту Бурю Мы Пришли К выводу Что Перед Нами Неестественное Явление Но Рой Нанитов Невероятной Сложности Ситана Обладает Несомненно Огромной Мощью Нам Во что Быто Не стало Нужно Выяснить Как Она Управляет Этим Грозным Роем Нанитов Продолжить Расследование Нужно Узнать Подробнее Что Загадочное Буря Замечено Дитя Бурь Зловещий Корабль Замечен Системе Серута Так И Что С ним Делать Так Научного Корабля Отправляем Сюда Так А Какого Это Что Что У нас Делает Нет Приказов Давай Какого Нибудь Вот Этого У нас У нас Еще Флот Там Квантовая Квантовая Катапульта Запущена Она Получила Финальное Улучшение И Полностью Готова К работе Улучшены И дальность И точность А тут Че Строилось Так Исследование Закончено Закончено Че Че Это Ситана Куда То Летает Да Я Так Понял Она Их Уничтожает А Да Субтитры подогнал «Симон» Так, ну пока вот это на возраст активируем Идеальная колония Сейчас, кстати, по планетам надо пройтись Так, линкоры, здоровье, выход из боя Давай вот это Так, давай по планетам пройдемся Так, колония 1, все нормально Колония 2, все нормально Колония 3, нормально Так, что у нас там На летучие пылинки что-то надо поделать Фондовая биржа Так, колония 3 Идеальная колония Тоже отлично все Так, Металлург Жрец-исследователь Силовик, артист А кто у нас производит это? Перерабочих газов Так, здесь Ну тут Куча развития еще у них Так, здесь Цитадели